Своевременная финансовая, психологическая помощь и, как следствие, сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году порядка 90% от общего числа детей-сирот обрели свои семьи. Существенно меньше стало и малышей-отказников, оставленных родителями в роддомах. Этому поспособствовали государственные меры поддержки, направленные на улучшение материального положения, своевременные выплаты материнского капитала и реализация социальных программ. Если в 2006 году в роддомах Самары оставили 192 ребенка, то к 2020 году эта цифра сократилась в десятки раз. В итоге в этом году мы пришли к тому, что всего 20 детей в родильных домах остались у нас на попечении государства. И из этих 20 мы уже двоих детей вернули в родную семью после работы с семьей, 12 детей отдали на усыновление и удочерение, 4 ребенка переданы под опеку. И только два ребенка, имеющих тяжелые патологии при рождении, повещены в дома ребенка. Сведения о детях-сиротах заносятся в специальный банк данных. Этот ресурс позволяет выяснить число ребят, оставшихся без попечения родителей. Так, в конце 2021 года в банке данных состояло 274 ребенка, тогда как в 2020 году их было 569. В основном это дети подросткового возраста, а также дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Здесь же в банке данных информация о ребятах, как правило, из благополучных семей, которые остались без попечения одного или двух родителей по роковому стечению обстоятельств. В 2019 году основными причинами являются онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. И аналогичная ситуация была в 2020 году. Однако в 2021 году на первое место вышел ковид. Также высокий процент продолжает удерживать онкологические заболевания. Из 297 детей, сведения о которых находятся в банке данных, 46% – подростки в возрасте от 14 до 18 лет. 33% – дети от 7 до 14 лет. И только 21% – это малыши. Все они нуждаются в родительской любви, внимании и заботе. Активная работа Департаментом опеки и попечительства ведется и в отношении детей, которые по тем или иным причинам были изъяты из семей и отправлены в госучреждение. 103 ребенка после профилактических бесед с родителями были возвращены домой. И 75 ребят пока остаются в соцучреждениях с шансом вновь отправиться в свои семьи. Ольга Павлова, Константин Головин. События.